Добрый день, уважаемые радиослушатели. Пятница. Программу «Разворот» мы сегодня проводим вдвоём. Это моя коллега Гузель Иванова и Инесса Берзеня. Евгений Копеин, как всегда, у операторского пульта. Он отвечает за качество нашего эфира. И сразу определю тему нашей беседы. С сегодняшнего дня и по 28 сентября в Риге в здании Академии наук проходят открытые семинары и занятия Международной школы социальной журналистики. И, естественно, среди ведущих, среди основных лекторов, если можно так сказать, и тех, кто будет представлять свои мастер-классы, одни из ведущих журналистов российских. И у нас сегодня в гостях независимый медиаэксперт Александр Шеремет. Он является преподавателем Российской муниципальной академии, правильно я это сказала? Ну, там еще у него очень много разных регалий. Он сказал, давайте не будем растягивать этот список, а определимся просто. Итак, всем добрый день. Его сопровождает Ольга Старостина. Она координатор проекта, благодаря которому стало возможно вот это большое мероприятие, которое, я думаю, может быть полезно не только для профессиональных журналистов, а для тех, которые только подходят к этой профессии и хотят узнать, что, зачем и почему. И всем можно прийти и совершенно бесплатно. Я напоминаю еще раз, это где у нас проходит, значит? Это у нас проходит в здании Академии наук. И, кстати говоря, как я понимаю, вот первый вопрос очень короткий к вам, Ольга. Это не впервые. Да, первый вопрос ко мне. Светлана. Ой, простите. Ничего страшного. Да, меня зовут Светлана Старостина. Я просто координатор вот этого замечательного проекта. Когда сюда приезжают 10 российских специалистов, экспертов, журналистов, и вот устраивают такие бесплатные мастер-классы для всех желающих. Очень редко, согласитесь, сейчас бывает. Ну, это да. То есть это не впервые у нас вообще. Второй раз. В прошлом году в августе приезжали, понравилось всем. И в этом году стало возможным благодаря поддержке фонда имени Горчакова, московского. То есть финансируют именно этот фонд, этот проект. И вот у нас сегодня уже с 10 часов, вот в 10 часов были презентации коротенькие. Все эксперты, которые будут участвовать, они сделали маленькие свои микропрезентации о том, о чем они будут в течение трех дней говорить. В принципе, вся информация есть на Фейсбуке. Есть группа, так и называется, Международная школа социальной журналистики. Там есть вся информация с расписанием занятий, с экспертами. Добро пожаловать всем. Я думаю, что это будет очень такое плодотворное, интересное для ума и интеллекта, естественно, времяпровождение, поскольку… Это не времяпровождение, это работа. Нет, работа для тех, кто уже работает в журналистике, а для тех, которые, допустим, просто хотят прийти, послушать и посмотреть, я думаю, что это для души и ума. Да, работа ума. Итак, Александр, тогда все-таки давайте определимся. Вот социальная журналистика. Мне всегда казалось, что формат вообще журналистики как таковой, он предусматривает какие-то ответвления. Но вот мы говорили о том, что обычно журналист, он работает как бы во всем. То есть это и политика, это и экономическая, это аналитические какие-то вещи. А почему сегодня возникла такая необходимость вот выделить, как-то вычленить вот это понятие социальной журналистики? Кому она адресована? Абсолютно с вами согласен, что традиционно журналистику членят, классифицируют как угодно. И если мы возьмем любой учебник по теории журналистики, по основам журналистики, мы там встретимся и с экономической журналистикой, и с политической журналистикой, и с международной журналистикой, и с какой угодно журналистикой. И здесь мы в данном случае говорим о тематическом разделении. Экономический журналист пишет о прибылях, убытках, доходах, расходах. Политик пишет о власти, о предстоящих выборах. И вдруг появляется социальная журналистика. Знаете, некоторые социологи говорят о том, что в социальное вошло все то, что не вошло в экономику, в политику или в культуру и искусство. И здесь мы традиционно тогда понимаем, что это, наверное, образование, это, наверное, здравоохранение, это, наверное, социальная защита, социальное обеспечение. И если тематически подходить, да, наверное, так. Но мы, когда и готовили проект, создавали, развивали, и просили поддержки в фонде Горчакова и у других источников, то мы имели в виду социальную журналистику в самом широком смысле и во множестве аспектов. Не только в тематическом, не только в том смысле, что это социальная журналистика, которая пишет о социальных проблемах. Да все проблемы так или иначе являются социальными, безусловно. Поэтому здесь можно отчасти рассматривать термин социальный как народный. Мы с вами все коллеги, журналисты, прекрасно знаем, что уже давно и устойчивое место заняли такие термины, как профессиональная журналистика и так называемая гражданская или народная журналистика. То есть сегодня журналистом может быть фактически любой активный гражданин. Даже вот у нашего одного медиаэксперта, коллеги из Москвы, Андрея Мирошниченко, есть такая, значит, как он перефразировал Декарта, публикуюсь, значит, существую. Вот в социальной сети у каждого есть аккаунты, значит, публикуюсь, значит, существую. Публика авторствует другими словами. И получается, что журналистика профессиональная сохраняется, наверное, она отличается какими-то атрибутами, как то соответствующий уровень квалификации, соответствующий уровень ответственности, соответствующий поиск источников информации, проверка достоверности информации. Может быть, для народной, для гражданской журналистики, а в нашем понимании для социальной журналистики в этом смысле не так важны каноны, критерии, требования профессиональной журналистики. Но тем не менее, да, то есть мы можем приобщить вот к журналистике широкий круг активистов. Следующий момент, следующий аспект социальной журналистики, который мы, конечно же, ввели в наш оборот, это социальные сети. Журналистика в социальных сетях тоже, пожалуйста, один из подходов. Следующий момент, кто у нас традиционно считается, по крайней мере, и на самом деле является таковым, активными гражданами, которые стремятся проявить свою социальную ответственность, их вся деятельность направлена на решение социальных проблем, это не коммерческие, не государственные организации, по-разному, в разных регионах, в разных странах. Это называется НКО. Значит, вот как раз НКО, их основные направления деятельности, скажем, адаптация и реабилитация людей с ограниченными возможностями, экологические проблемы, проблемы социальной защиты, проблематика интеграции, что очень актуально и для России, и для Латвии, и для других стран, проблема интеграции, допустим, третьих лиц, так скажем, лиц без гражданства и так далее. Все эти проблемы носят, безусловно, социальный характер, и к их решению, так скажем, причастны, привлекаются и стремятся самого разного рода некоммерческие организации. Один из способов, одна из технологий работы этих некоммерческих организаций, это как раз-таки социальная журналистика. Даже вот, готовясь еще к прошлой школе социальной журналистики, пришлось перелопатить массу литературы для того, чтобы понять, а как вот теоретики и практики журналистики все-таки расчленяют, какая журналистика социальная, какая не социальная. И в одном из подходов, уже не помню, к сожалению, сейчас автора, нашел такой критерий разделения. Социальная журналистика стремится не просто проинформировать о каких-то фактах, явлениях, а что-то изменить. Вот, пожалуйста, еще один аспект. И вот таким образом, наверное, то, что я перечислил, это далеко не полный перечень аспектов и моментов, которые мы включаем в понятие социальная журналистика, но, тем не менее, вот как смог, я вам обозначил круг решаемых задач и проблем в рамках нашей школы социальной журналистики. Ну вот, мне кажется, для того, чтобы вот совсем уже понять, я прочитала, что в советское время, например, социальная журналистика не имела места быть вообще. Вот как? Ну, возможно, на самом деле, с социальными проблемами, не с таким энтузиазмом, как сейчас занимались, потому что сейчас как бы больше вот этих и социальных вопросов, и социальных групп, которые нуждаются в поддержке. Или нет? Может, мы ошибаемся? Ну да, нерушимый блок коммунистов и беспартийный, как одна большая социальная группа, да. Тут, опять же, все зависит от того, что понимать под социальной журналистикой. Как говорят, в Советском Союзе кто-то говорит, секса не было, социальной журналистики не было. Да, наверное, все было. И секс был в Советском Союзе, и социальная журналистика была обязательно, потому что, если взять в тематическом плане, разве не писали, вспомним одно из известных публицистических исследований, да, журналистских расследований Гелировского. О чем? О банях? Это не социальная разве проблема? Самое, что ни на есть, социальная, коммунальная проблема. Но на их новом рынке очень много писали. Да, тематически, пожалуйста. Дальше, если взять в плане социальной журналистики как синонима гражданской журналистики, то социальная журналистика в Советском Союзе была куда более активной, чем, скажем, сегодня. По крайней мере, в печатных версиях газет. Вот, скажем, мой учитель, великий, не побоюсь этого слова, педагог Михаил Федорович Нинашев, который в свое время возглавлял и комитет гос. телерадио Советского Союза, и был министром печати, 8 лет работал главным редактором газеты «Советская Россия». Она была пик популярности, 78-го по 86-й год. Так вот, я вам скажу, что в среднем приходило в редакцию в среднем тысяча писем в день. И некоторые из них, 3-4, обязательно публиковались. Да? Что это такое? Разве это не социальная журналистика, если понимаю, как народная журналистика? То есть люди с мест писали. Пожалуйста. Если говорить о социальной журналистике в том смысле, что кто-то что-то заявляет от имени той или иной социальной группы, социальной общности, то и женские организации активно публиковались у нас, да? И клубы какие-то по интересам. То есть я думаю, что социальная журналистка, вот что понимать под социальной журналистикой? Сейчас несколько аспектов я затронул, и получается по всем из них и в советское время социальная журналистика была, и сегодня она есть. Но вопрос в другом. Она, наверное, разного содержания, разного качества, разной формы, да? Спасибо, да? Разные технологии используются. Хорошо. Вот вы сказали о том, что народная журналистика как бы тождественна понятию социальной журналистики. И упомянули общение в сетях, возможно, размещение каких-то информационных материалов. Значит ли это, что профессиональные журналисты, собственно, уже как бы в них и нужды тут нет. Вот социальные группы как-то между собой там общаются, они находят общий язык, и вот с помощью своих вот этих вот как бы материалов, которые они размещают везде, они не испытывают необходимости в том, чтобы об этом на радио, на телевидении, и там в прессе появлялось. Или все-таки профессиональные журналисты должны заниматься именно проблемами ну, как бы разных социальных групп и выполнять, вот, скажем, задачи социальных журналистов. Ну, начнем с того, что я не отождествляю народную социальную журналистику, просто я позволил себе это сделать в рамках нашей школы, так сказать, в рамках своей авторской программы. Меня бы сейчас не простили мои коллеги-преподаватели классической журналистики за нарушение канонов, потому что они бы сказали, вы что, есть спецкурс социальная и культурная журналистика, в рамках которой мы рассказываем, что социальная журналистика это журналистика, которая пишет о социальных проблемах. Мы смотрим несколько шире, да? Но вот отвечая на ваш конкретный вопрос, по сути, который сформулирован так, что нужна ли вообще профессиональная журналистика сегодня, да? Тут, знаете, я думаю, мы сталкиваемся с закономерностью более общего порядка, с частным случаем закономерности более общего порядка. Сегодня можно с таким же успехом спрашивать, а нужны ли сегодня профессиональные фотографы, а нужны ли сегодня профессиональные верстальщики. То есть множество технологий современных в плане техническом, в плане гуманитарном позволяют заниматься определенными видами деятельности без особой, во-первых, профессиональной подготовки и без особых дорогостоящих ресурсов, да? То есть если еще 20 лет назад, для того, чтобы ваш текст был опубликован, нужно было пройти через большие тернии, это стоило очень больших временных затрат, больших финансовых, материальных затрат, да? То сегодня, как я уже говорил, публика авторствует, сегодня нет проблем. Это, опять же, вспоминаю, вот Андрея Мирошниченко, у него есть такая концепция эмансипации, освобождения автора, да? То есть если в каменном веке только жрецы могли на каменных табличках писать, то сегодня нет проблем. Все население Земли может подключиться, любой человек, любой представитель может подключиться. Ну, так вот, наверное, нужно тут сказать и да, и нет. Да, с одной стороны, профессиональная журналистка, а зачем? Если все события мы можем узнать из народной журналистики. Вот примечательный проект, скажем, российской компании, медиагруппы Life News. Где-то вот с год назад они начали, значит, такую программу, как «Народный корреспондент». То есть они платят за видео, за фото, материалы. Где-то человек оказался, ну, скажем там, условно говоря, привезли в Институт Клифосовского, ну, поскольку мы знаем, желтая пресса, да? В Институт Клифосовского везут какого-то известного актера, не дай бог, он там подвернул ногу, и вы оказались в этот момент, да? И вас видят, если вы участвуете в программе, вас отслеживают по местонахождению, вам приходит СМС, срочно фото, скажем там, какого-то известного актера, телезвезды, кинозвезды, звезды шоу-бизнеса. Вы фотографируете, снимаете видео и, соответственно, отправляете, получаете какие-то средства, да? Но я хочу сказать, что да, каждый, наверное, может авторствовать, каждый может быть автором, но лучше бы было всем и общество выиграло бы в целом от того, что каждый такой автор стал бы близок профессиональной журналистике, которая требует, как я уже говорил, отбора фактов, оперирования ими с помощью соответствующих правил формальной логики, проверки источников информации, умению доказательно использовать, умение правильно применять полученные доказательства, да? То есть для того, чтобы гражданская народная журналистика не превратилась в набор эмоций по поводу... Ну или какой-то информационный вакханалий. Вакханалий, да. Да, что хочу, то граждан. И, наверное, одна из самых главных задач нашей школы социальной журналистики тех людей, которые просто ведут свои популярные странички, которые являются так называемыми блогерами, да, на которых достаточно приличное количество подписалось представителей аудитории, для того, чтобы их научить азам каким-то, да, основным методом доказательной, грамотной, эффективной журналистики. Изложение своей мысли. А они к вам придут? Перерыв на новости. Так, у нас сейчас перерыв на новости. Я напоминаю, Александр Шеремет у нас сегодня в гостях. Мы его пригласили в связи с тем, что в Риге сейчас в Академии наук уже начался такой очень интересный курс, который касается социальной журналистики. И несколько российских профессионалов приехали к нам для того, чтобы рассказать, как у них решаются эти вопросы, как они видят это полис социальной журналистики, и как в нем надо себя чувствовать и работать. Встретимся после новостей. На Болткоме разворот. И снова здравствуйте, друзья. Гузель Иванова и Инесса Берзиня. Мы сегодня проводим разворот. У нас очень интересный гость, поскольку в эти дни и до 28 сентября будет проходить открытый семинар и занятие Международной школы социальной журналистики, в рамках которой не только вопросы социальной журналистики, но и многие другие будут рассматриваться. Я думаю, что это будет очень интересно и уже людям, которые работают в СМИ различных, и тем, кто только собирается выбрать эту профессию для себя. Итак, Александр Шеремет, независимый медиаэксперт Российской муниципальной академии у нас в гостях. Еще раз добрый день. И Светлана Старостина, координатор проекта, благодаря которому все это у нас происходит в Риге. И хотелось бы все-таки, наверное, вот вы упомянули, мы говорили немножко профессионально, не профессионально, не получится ли, что вот такая действительно информационная вакханалия, ну, если можно так сказать, испортит восприятие, вкус людей, которые являются потребителями этой информации, потому что пропадает вот то, что ценится в журналистике, ощущение языка, емкость, мысль, да, а просто какой-то набор эмоций может случиться. Вот что вот делать тогда, как спасаться от этого всего. Ну да, совершенно согласен с вами, есть такое расхожее выражение, что свобода слова, это когда все говорят и никто друг друга не слышит. Совершенно верно. Вот такую вакханалию впадаем, к сожалению, да, бывает, но это мы можем наблюдать на каких-то острых дискуссионных площадках, скажем, в комментировании каких-то актуальных острых политических новостей, экономических новостей, там, и так далее. Но что касается вот именно вопроса соотношения профессиональной и так называемой гражданской социальной журналистики, то стоит вспомнить о так называемом правиле одного процента, в принципе одного процента, который вела какая-то американская исследовательница еще в 2007 году, она проанализировала информацию, публичную массовую информацию, размещаемую в сети интернет, и пришла к выводу, что 99% этой информации предназначены для широкой массовой аудитории, создано одним процентом пользователей. В этот один процент пользователей как раз входят и профессиональные журналисты, и так называемые гражданские журналисты, блогеры, как мы привыкли почти отождествлять гражданскую журналистику с блогерством. Так вот, соответственно, профессиональная журналистика, ведь зачастую профессиональные журналисты бывают очень, к сожалению, часто скатываются на эмоции, скатываются на подмену факта мнением или оценкой и так далее. И вот, наверное, наша задача-то как раз состоит, чтобы вот этот 1%, состоящий и из профессиональных, и из гражданских журналистов, подтягивать до уровня классической, я бы сказал, такой традиционной журналистики, профессиональной, которая обеспечивает и качество ведения диалога, и проверяемость, объективность информации и так далее, и так далее, и так далее. В связи с этим хотелось бы еще спросить, вот у вас заявлено в программе вот этого всего семинара большого, как бы отмечено на том, что не государственные организации, прежде всего, которые тоже объединяют определенную группу людей по различным принципам. Насколько им важна сегодня вот сопричастность к этой, важна сопричастность к этой социальной журналистике? И как, может быть, им могут профессионалы помочь? Ну вот как раз негосударственные, некоммерческие организации, как правило, как мы уже говорили, и объединяются на фоне каких-то острых, актуальных социальных проблем. Вот мы уже говорили, например, о проблемах людей с ограниченными физическими возможностями. Ну, наверное, публичное информационное пространство – это один из немногих эффективных инструментов для того, чтобы заявить о себе, заявить о проблеме. И обучая сегодня представителей некоммерческих организаций, ответственных за информационную работу, новым медиатехнологиям, новым способом привлечения внимания, мы как раз-таки и помогаем им донести до широкой общественности достаточно свои узкие, актуальные социальные проблемы. И как вы совершенно справедливо замечаете, донести эту информацию до вас, до профессиональных журналистов, ведь журналистика – это тоже часть общества. Вы, журналисты, будучи частью общества, тоже, может быть, можете из этих же социальных аккаунтов, некоммерческих организаций узнать о какой-то острой проблеме, а затем поднять ее, помочь, и, возможно, она будет разрешена. – Ну вот вы говорили об интеграции, да, и об интеграции инвалидов. – В общество, да. – Ну вот как это все может происходить вот с человеком больным и нездоровым? – Ну, к тому же вы говорили, что у вас в семинарии участвует, по-моему, человек, который сам удивительный. – Да, да, да. У нас в этом семинаре вот завтра и сегодня тоже выступают, есть представители российских достаточно крупных организаций, общественных, ну, некоммерческих. И, в частности, у нас есть парень, Денис Давыдов его зовут. – Он… – Поэта. – Да, человек, у него тяжелый диагноз детский… Ну, ДЦП, вот то, что называется. – Детский церебральный паралич. – Да, несмотря на это, парень закончил школу, закончил институт. И он, благодаря вот этим вот средствам социальной журналистики, он прошел настолько интересную социальную школу, что ли. И теперь он с этим делится. Он научился пользоваться интернетом, социальными сетями. Он освоил фотографирование. У него была организована выставка его фоторабот в ООН. То есть это настолько положительный пример, когда человек, казалось бы, очень многие же у нас сидят дома с таким диагнозом, сидят на пособиях, а здесь человек развивается. То есть вот эта вот социальная среда, социальные новые медиа, они дают возможность людям, у которых есть проблемы с движением, с перемещением в пространстве, тем не менее работать, учиться и быть вот в социуме. И у нас будут даже отдельные мастер-классы, где мы будем негосударственным организациям объяснять, как лучше сотрудничать со средствами массовой информации, как правильно написать пресс-релиз, куда отправить, как организовать интервью, допустим, как акцию организовать. То есть это тоже у нас есть все в программе. Поэтому всех представителей негосударственных организаций тоже приглашаем на наши занятия. Скажите, у вас есть информация? Вот наше общество инвалидов, инвалиды, которые живут в Латвии, они будут иметь возможность посетить ваш семинар? Мы приглашали очень многих. И те, кто заинтересовался, к сожалению, очень интересная обнаружилась такая закономерность. Очень многие журналисты прислали мне регистрацию, что им интересно это мероприятие. Но на тех порталах, на которые я отсылала просьбу выставить информацию об этом мероприятии, информация не была выставлена. Из чего я сделала вывод, что, наверное, ну все-таки, знаете, есть такая секретная информация, которую журналист хочет сначала сам узнать, а потом, может быть, поделиться. Не знаю. А как вы считаете, что тут за фишка такая странная? Казалось бы, ведь вы говорите, это народная журналистика. Или народ, опять же. Почему вот какие-то могут быть такие? Или, может быть, недостаточный интерес проявляется. А скажите, вот в России государственная структура, они благодаря вот тем, что вы, скажем, какие-то азы социальной журналистики преподаете тем, которые в этом нуждаются, имеется в виду, не государственные. Может быть, с этой помощью все-таки какие-то результаты уже появляются? То есть есть отклик, когда человек правильно, профессионально поднимает тему, ее обозначает, ее высвечивает, и тут вдруг раз, и что-то меняется. Допустим, государственная структура говорит, да, мы даже не думали, что это все так страшно. Да, примеров просто невероятное количество. И не только в Москве. Ну, скажем, вот в Москве очень интересные есть проекты, которые инициированы властью и общественной палатой. Например, «Активный гражданин», да, там «Активный гражданин» портал, который, субпортал, который размещен прямо на портале мост.ру московского правительства, где зарегистрировано более 400 тысяч граждан, и есть соответствующие представительства в соцсетях. Да, и, к примеру, можно сообщить о каждой яме на дороге. Вот просто, ну, тоже социальная проблема. Такая книга жалоб, которая имеет очень быстрое действие. Это вот, ну, это на самом деле так. И, например, не так давно, как медиаэксперту приходилось консультировать в далеком городе Надым, на севере, почти у полярного круга. Да, у них там, по-моему, вечная мертвота. Провели вот такой семинар по народной журналистике, создали группу, официальную группу ВКонтакте, и представьте себе, из 40 тысяч надымчан 9 тысяч состоят в этой группе ВКонтакте. И в этой группе ежедневно появляется, конечно, там, модерируют это все представители администрации, но настолько высока активность горожан, связанная и с проблемами здравоохранения. Поликлиники вплоть до приема часов, вплоть до нехватки лекарств там или еще чего-то. И проблемы, скажем, с ливневой канализацией, да. И проводятся опросы на основании инициатив простых участников, так сказать, вот этих гражданских журналистов, когда он пишет о том, допустим, недовольны цветом моста через реку Надым. И власть дальше инициирует опрос, и вдумайтесь, две с половиной тысячи участников этого сообщества участвуют в опросе, а в какой цвет покрасить нам этот замечательный мост. Так мост перекрасили? Мост перекрасили. Вот, пожалуйста, пример, да, как бы, получается, привлекаем. Мог бы журналист это написать, профессиональный журналист в официальном каком-то издании. Задаться проблемой, не, так скажем, дисгармонии цветовой гаммы моста. Мог бы написать об этом, мог бы, но написал не профессиональный журналист, а вот представитель, просто активный житель города, района, который написал уже в таком, извините за выражение, прикормленном месте, да, вот на этой площадке, в этой группе появилась его новость, а вот почему у нас так, почему не так. Дальше пошли комментарии, вот и состоялось решение проблемы. Ну, если бы написал один журналист, может быть, на это никто не обратил внимания. Ну, да. И, может быть, не было бы никакого резонанса. И в связи с этим вопрос, может быть, социальная журналистика, она больше берет не качеством, а количеством? Журналистика вообще. Журналистика вообще сейчас, если говорить о таком ее параметре, как эффективность, ну, это очень печальная тема, у нас такой позитивный эфир получается с вами, чтобы сейчас обсуждать вопросы эффективности журналистики, да, если вспомнить, опять же, наших учителей советских времен, да, бывало и такое, когда после разгромной критической статьи руководители предприятий сводили счеты с жизнью. Говоря о том, что уходили в отставку. Уходили в отставку. Были, значит, заводились уголовные дела. То есть, что такое в прессе, что такое появиться в негативном свете или, наоборот, в позитивном свете в каком-то центральном или региональном крупном издании. Сегодня журналистика отличается тем, что пишем что угодно. Я сегодня новости читал по поводу, извините, там, участия в порнокастинге, какие-то вот пишут вещи, пресс-секретаря правительства Латвии, там, вот, посмотрите, пожалуйста, это правда сегодня, вот, готовить. Думаю, дайте посмотрю информационное пространство сегодняшнее Латвии, да, вот что происходит. И что, после этого что-то произойдет? Нет, это живет один-два часа, и больше ничего не происходит, да. И это говорит в целом, да, эффективность падает. Но, что журналист профессиональный напишет, что просто активный горожанин, что представитель активной некоммерческой организации напишет о какой-то актуальной проблеме, и она вдруг вызовет резонанс, то мы имеем все шансы, что этот резонанс достигнет сознания, внимания представителей власти, и власти вынуждены будут отреагировать. Ну, наверное, в условиях всеобщего спада эффективности журналистики в целом, вот такие примеры, о которых мы сейчас с вами говорим, которые я привожу, они очень важны, ценны, и мы как раз будем учить, вот у нас один из мастер-классов молодого человека, называется «Оригинальные медиаформаты как инструменты привлечения аудитории». Если раньше человек гонялся за информацией, то сегодня информация гоняется за человеком. На нас просто тонны, мегабайт, гигабайт сваливаются, и мы не знаем, а мы от нее убегаем со страшной силой, да. И для того, чтобы резонансным действительно была та или иная информация, то или иное сообщение, его еще и нужно в новом каком-то медиаформате, интересно. Вот завтра мы будем демонстрировать тем, кто успеет еще прийти на нашу школу, например, такой интересный формат, как рэп-новости. Новости в формате рэп, да, будет автор, самый исполнитель, который записывал такие клипы. Да, это новости, это общественно-политические новости, но они в формате рэпа, да, и это, может быть, нас с вами и не привлечет, а вот молодое поколение вполне может. Поэтому, вот завершая такой пространный ответ на ваш вопрос по поводу большей или меньшей эффективности, не важно, это профессиональный журналист делал или гражданский журналист, важно, чтобы это было в привлекательном оригинальном формате, чтобы было это актуально и поддержано комментариями, длиной ветки, так сказать, комментариев широкой аудитории. Ну вот не знаю, будут ли читать рэп многие, скажем, народные журналисты, да, но мне кажется, что больше все-таки внимания привлекают негативные новости, как бы то ни было. У нас, я так чувствую, времени не так много в эфире остается, да, я бы предложил, да, завтра одно из тем, которое буду озвучивать я, это как раз вот теория гламурного капитализма, и в рамках теории гламурного капитализма мы будем говорить о большой пятерке, да, это роскошь, экзотика, эротика, что-нибудь розовое, что-нибудь блондинистое. Это, по мнению питерского профессора Иванова, пять категорий, которые определяют притяжение внимания сегодня широкой аудитории, да. И вот когда я привожу пример, а как это проявляется? Вот экзотика, да, приезжаю на семинар в Екатеринбург, набираю, значит, вузы Екатеринбурга по проблематике высших учебных заведений. И новость на первом месте самая рейтинговая, да, студенты, представители Свердловской, ну, Екатеринбургской патриархии вместе со студентами Уральского университета путей сообщения совершили групповой прыжок с парашютом. Экзотика, батюшка выпрыгивает из вертолета, вот, то есть, проявляется эта экзотика. И то же самое, что сейчас я вот говорил только по поводу того же кастинга, да, непонятного новости вот этой, что это такое? Это привлечение внимания, то есть, это вот крючки негативные. Почему? Вот я с вами бы не согласился в том, что, может быть, клюют больше даже на позитивные. Позитивные, вот, в кавычках прям хочется сказать, вот, до того позитивные, то есть, которые как раз вот ориентируются на что-то вот, ну, выпадающее из ряда, экзотическое, совершенно экзотическое, неожиданное. Не обязательно негативное. Хотя, если вспомнить незабвенного Зигмунда Фрейда, то он говорил еще практически два века, уже скоро будет назад, он говорил о том, что есть две темы, которые будут всегда привлекать внимание человечества. Секс и смерть. А остальное все производное. Ну, в принципе, тоже и такой подход возможен. Но, наверное, в рамках наших, в рамках физиологической, психофизиологической обусловленности нужно, наверное, пытаться, эксплуатируя в какой-то мере вот этот объективный интерес публики к каким-то вот хлеба и зрелищ, да, к зрелищности, к оригинальности, мы как раз должны учиться с вами подавать какие-то, может быть, не очень интересные, но важные с социальной точки зрения моменты в оболочке, в обертке, в формате, который будет, извините за выражение, съедаться аудитории, которая будет привлекать аудиторию. А как по-другому? Ну, если так, у нас буквально полторы, вернее, где-то минутка, вот у меня вопрос волнует. Вот, скажем, если мы сегодня обобщаем и говорим вот привлекание, привлечение внимания, розовые, блондинки, там, туризм и все остальное, вот не кажется ли вам, что таким образом вот и журналистика вообще, она опускается до какого-то очень примитивного такого вот состояния, когда нет пищи для ума, нет, ну, вспомните, там, допустим, раньше когда-то, когда нельзя было сказать в открытую, существовал эзопов язык, да, и люди радовались, когда они понимали этот подтекст, да, и когда здесь это совершенно откровенно, совершенно примитивно, с моей точки зрения, просто неинтересно, вот на этом воспитывается целое поколение потребителей вот этой информации, что это безысходность, тупиковая ситуация. Позволю себе не согласиться с тупиковостью этой ситуации по роду вот научной деятельности в подготовке диссертации, долгое время находился в библиотеке и перечитал очень много средств массовой информации столетней давности, 1912-го, 14-го, 15-го года. Говорили точно так же, насколько низко пали нравы, как можно отдаться такому уродливому зрелищу, как кинематограф, как можно вообще уделять этому внимание, оценки, причем Максима Горького, Толстого и так далее, то есть в этой связи, что можно сказать, наверное, опять же, с чего я начал, наверное, сталкиваемся с закономерностью более общего порядка, кто-то это оценивает как инновации движения вперед, кто-то это оценивает как регресс и падение нравов, но нам остается только пытаться разобраться в том, что же происходит на самом деле. Помочь как-то вообще, может быть, снивелировать ситуацию, то есть на этот вот так называемый народный пласт наложить хотя бы какой-то оттенок профессионализма, чтобы это выглядело достойно и несло на самом деле не такую желтую информацию, чисто желтую, чисто фальсифицированную, но такую достойную. Согласен с вами абсолютно. Так, у остальных, у которых есть вопросы по этой теме, я думаю, есть и возможность побывать на занятиях Международной школы социальной журналистики, которые начались с сегодняшнего дня и продолжатся до 28 сентября включительно. Это все будет проходить в Академии наук Рижской. Так что милости просим, все приходите. Наш гость сегодняшний Александр Шеремент, независимый медиаэксперт Российской муниципальной академии. Я думаю, не только вопросы социальной журналистики, но и многие другие будут там рассмотрены. И не сомневаюсь, что это будет очень интересно. И сегодня эфир провели Гузель Иванова. И Инеса Берзиня.